Приветяны игроманы! Громаны-громан у аппарата! И сегодня мы с вами поиграем в симулятор парковки от разработчиков Mob Games 3D. И мне вот интересно, зачем здесь нужно соединение с интернетом? Ну окей, если я нажму окей, то у меня вылетит, нет? Отлично, не вылетело, и на этом уже спасибо. А то я читаю отзывы в Google Play и вижу, что там пишут, мол, много рекламы и ставят одну звезду. Другие пишут, так просто отключите интернет и всё. Может, те просто, кто скачивал эту игру и увидели таблицу, мол, отсутствует соединение с интернетом, даже не думали зайти без интернета. Может быть такое. Я когда отыграл эту игру, она в принципе неплохая, хотя плохих отзывов об этой игре столько же, сколько и позитивных. Давайте, короче, с вами же не будем тянуть и хвоста сами знаете за что. И начнём обзор. В левом верхнем углу экрана видим кнопочку настроек. Здесь у нас с вами есть музыка. Ползунок плавненько регулируется. Поставим максимум. Почему бы нет? Звук. Если будет громко, в принципе, я это замечу. И в монтаже убавлю звук. Управление, конечно же, руль. Качество высокое, низкое, высокое. Нажимаем играть. Стоп, подарочек можно забрать. За рекламку можно получить 500 долларов. Странно, что не рублей. Всё-таки игра русская. Видно, что про русские автомобили. Ну, нажимаем играть. Да зачем мне эта ваша ошибка? Что она даёт, а? На лохов что ли рассчитано, а? И как ни странно, первым автомобилем нам дают Волгу. Довольно элитный автомобиль. Хотя, я думал, нам выдадут Запорожец первым. Потом будем поднимать уровень, ну, свой статус. После Запорожца москвич, после москвича Жигули, а после Жигули уже Волга. А после Волги, может, Чайка. Офигенная, конечно, логика в кавычках. Стартовая машина Волга. Полностью бесплатная для нас остальная уже. ШХ стоит денег. Хотя, должно было бы выйти наоборот, чтобы Волга стоила денег. А ШХ, например, бесплатно. Как в том же Russian Rider Online. Ещё одна Волга, но уже платная. Понятно. Всего лишь на одну тысячу дороже, чем Жигули. Где вы видали эту ценовую политику? А скажите мне ещё раз. О, четвёрочка даже стоит дороже, чем вот этот вот раритет. Чем этот вот ГАЗ-3102. Москвичи 21-41. Волга ГАЗ-3110, если не ошибаюсь. Двенашка, то есть ВАЗ-2112. Лада Калина, ВАЗ-какой-то. Лада Приора. Лада 101... Нет, 111 это АК. Приора забыл. Да, и не суть важна. Лада Гранта. Лада Ларгус. Ещё есть Рено Ларгус. Дачья Ларгус. Как-то так. Где-то три фирмы, кажется. Автоваз, Дачья и Рено. Изготавляют данный экземпляр. Довольно по дизайну старый. Но вроде он ещё и делается новым. Ну, в принципе, главное, чтобы был практичным. Есть у нас с вами нифига себе. Даже если BMW в кузове Е34. Елик, что здесь затерялся. Ну что ж, выбираем с вами ГАЗ-24. Немножко туговато поворачивается камера. Так, по решётке радиатора я вижу, что это ГАЗ-24. Не модернизированная. А по выемке на капоте, будто это ГАЗ-24.10 модернизированный. Ну ладно, немножко запутался. Цвет нам здесь дают. Цвета сам не... Нет такой вот цветовой палитры, которая есть в многих играх. Что ты можешь сам так цвета вот менять, переливать. Тут уже тебе всё в квадратиках пофасовано. Итак, выбираем, конечно же, с вами чёрный цвет. Потому что он больше всего идёт для Волги. Стоп, он платный? Ай, блин, покраска платная. В принципе, белую Волгу никто не отменял. На свадьбе, например. Свободный режим разработки. Я играл в эту игру где-то 2 года назад. И он также был в разработке. Ну что это такое? Понятно, разработчики забили болт на эту игру. Думаю, 15 уровней. Первый левел. Вот, нам показывают местность. Коротенько, вот так вот. Первый левел всегда очень лёгкий. Давайте сначала посмотрим с вами. Идёт таймер. У нас с вами есть, видите, в левом верхнем было экрана таймер. Возле него 3 эвакуатора. А почему время идёт странно? Или как только нажму газ? А, как только газ нажму. В принципе, прикольно. Потому что я могу... О, мазик, видим, стоит. Прикольная текстурка. Довольно реалистичная. Сколько у нас здесь камер? Первая. Это была вторая. Это третья. Это четвёртая. Это пятая. Изначально, да. Ну, давайте сначала с вами от этого лица поедем. Никаких коробок передач нет. Ни поворотников, ни фар. В принципе, они не нужны. Нормально. Две звезды, неплохо. Очень радует, что здесь отчёт времени начинается только тогда, когда я нажимаю на газ. Или на тормоз. Сейчас проверим. Да, я был прав. Теперь давайте от первого лица. Что ж такое? Блинчик от второго лица. Точнее, от третьего лица. Нет, а вообще от первого лица. Но если считать камеру, то от третьего. По счёту камеры. Надеюсь, здесь можно заезжать без разницы с задами или передом. Когда-то там заехал, но благо очки не отняли. Одна звезда ещё лучше. Но тут нужно быстро всё довольно проходить. Сейчас мы с вами на трассе заспавнимся. Офигенно просто. На встречке. Нормально. Мы же с вами на переставительской тачке. Нам можно. Вот что-то интересненькое. На стакаде. А, вот что значит. Видите? Эти эвакуаторы. Правый, левый мерк не было экрана. Это повреждение. Сколько раз мы можем повреждаться? А, стоп. Это не эвакуаторы. Блин, это реально повреждение просто. Понятно. Мы с вами, конечно же, не успеем. Ремонт бесплатный. А, тут ещё машина может... Ломаться. Ну, конечно же, чего же только не сделают ради просмотра рекламы. Даже за монетки здесь нельзя починить автомобиль. Ну, или можно в главном меню. Так, в принципе, разработчики будут очень даже не против, если мы с вами посмотрим рекламу. Копеечка стоит. Только копейка, и всё. Что так бедно? Где остальные автомобили? Ого, сколько там. Копейка, видимо, стоит дальше от всех. Додерживается дистанцией. Интересно, как заехать. Вижу, я так думаю, только третьего лица сверху. Бесит, что камера иногда сама трясётся, когда я заезжаю на вот этот вот... на гору, например, ну, на подвышенность. Видите, как ещё камера реагирует, будто моя шея водителя, на то, как я заезжаю на бордюр. Вот за что мне сейчас? Куда я врезался, разработчики? Ответьте мне на милость. Да вы на приколе. Ну, давайте попробуем от этого лица, почему бы и нет. А, нет, всё равно сейчас я проиграю. Конечно же, я проиграю, вы что думали? Видели, коснулся со скоростью полкилометра в час, и сразу сняли мне, блин... Эээ... Жизнь, можно так бы сказать. Да ну серьёзно. Да ну, у вас ещё и на три звезды, нифига себе. Так, вот. Главное, кнопку сначала, а не нажать, а то это будет жесть. Я уже буду представить, что будет в следующих уровнях. Интересно, если я заеду на лежачий полицейский, мне тоже отнимут жизнь, а? В принципе, да, заезд на полицейский лежачий реалистичный. Да ладно, две, я думал, мне дадут одну. Спасибо хотя бы на том, что у меня три жизни, а не одна. Как помню, играл там какой-то симулятор парковки, он такой более мультяшный. Хотя очень прикольно, графика ему отошла. И то там одно неверное движение, и всё, Рома, начинай сначала. Да что ж там не так, давай, блин. Машины, кстати, боты, как попало, расставлены по карте, а? Совсем не перпендикулярно разметке. Шо это за безобразие? Задом, конечно, от первого лица не припаркуюсь нормально, да, и... Точнее, от первого лица не припаркуюсь нормально, да, и... Не буду тратить на это нервы. Зеркал заднего вида, разумеется, здесь тоже нет. Они есть, но они не работают. Значит, их нет. Вот симуляторы парковки просто обязаны делать зеркала заднего вида функциональными. А то шо это? Спасибо хотя бы, что не на стакаду, я уже наигрался с ней. Так, куда мне там ехать, я так не запомнил, на карте. Ага, фиг тебе, Рома, прямо. Объезжай, объезжай. А, вот тут был пресс, что-то не заметил из-за стены. Как круто его замаскировали. Интересно, что здесь делают вагоны поезда. Самолётов ещё забыли добавить. Да ладно, я уже думал, не успею, серьёзно. Да, классная, чувствительная подвеска. Вы только посмотрите, как этот прицеп в наглубь припарковали на пару мест, которые могли бы служить другим автомобилям. Сейчас я хочу выйти, внимание, в гараж, отойди ты нафиг с этой таблицей тупой. Выбрать и посмотреть, сколько здесь у нас с вами есть. Выбор режима. Руль. Нажал на руль, шо это значит, а? Типа, какой у меня тип управления? Тогда почему именно здесь не могу поменять, а? Если на время. Стоп. А, здесь только один режим, понятно. А почему там руль изображён? Угу. Этот уровень могу открыть. А, за без... Конечно, за рекламу можно всё. Любой каприз за ваши деньги. Причём тут деньги, спросите вы меня. Потому что за рекламу им дают деньги. Ой, ночной город. Какое разнообразие. Кстати, здесь время тикает, хотя я на газ был, не нажал. Вот, уровень стоит всё наглее и наглее. Спасибо хотя бы за то, что я на траву заезжаю, мне не снимают очко. Если бы ещё снег и дождь добавили. Ммм. О, прокуримся возле вишнёвой девятки на Белой Волге. Какая же, мать его, честь. Новый лучший результат. Кстати, да. Я хотел, может, купить новую машинку. Ой. А, 8 тысяч столько. Серьёзно. Ну, давайте покрасим, что ли, её. Какой цвет вообще идёт? Не, её... Ей больше всего идёт чёрный цвет. Конечно, выбираем. Давайте с вами... Десятый уровень. Не знаю. Может, мы с вами все уровни здесь пройдём. Почему бы и нет. Вот бы трафика ещё здесь добавить. На этом шоссе. Мазы да мазы. А где камазы, а? Уралы, кразы, зилы. Или мы в Белоруссии с вами находимся, а? Ах, вы же хитрожопые, а. Так просто не заедешь. Конечно, нужно включить режим от третьего лица спереди. Так более-менее нормально заедем. Три звезды, 12703 очка. Лучше бы денег мне так дали, чтобы я бы быстрее купил уже другую машину. А то вот волки немножко поташнивают. Кстати, почему здесь нет москвича, классического москвича 412-й, то ли 2140? Универсал в москвич можно было добавить. Почему здесь нет волков универсалов? Зато и у Жигули, пожалуйста. И седаны, и хэтчбеки, и универсалы. Но что это такое? Почему у Жигули всегда большая разновидность? Именно у Жигули. Ну реально, этих уже точнит. Мало того, что я вижу их на улице чуть ли не каждый день, в отличие от тех же волков и москвичей, так еще и... Та, ё-моё, не успею. Все, молодец, еще таранился там. Легонько в заборчик. Так вот, так еще и вихрах полно их разновидностей. Тьфу ты. Или вам, всем разработчикам, которые добавили столько разновидностей Жигулей, не добавив ни москвичей, больше ни волков, заплатил, что ли, сам завод АвтоВАЗ, а? Сам Путин. Ну что могу сказать? Путин, бокс, нами, Россия. А, хотел круто зарулить, так попантоваться перед вами. А, я не успеваю, точно, блин. Ай, фиг, лучше врежусь, я лучше... А, то есть даже если я снес маленький колпачок, то мне все же отнимут очко. С ней жизнь. О, второй раз был, врезался. В принципе, полоска заполнялась, полоска заполнялась, я побеждал. Опять этот квадратик, этот вот райончик. Шаха, Шаха, кто тебя так припарковал, а? Что за алкаш? Разработчик алкаш, так же так думаю. Есть у меня на это подозрение. Вот смотри, сколько здесь свободных парковочных мест, а вы паркуете свои автомобили, блин, где я попала? Вот что значит, малолитние дебилы. Опять врезался, но это мне не мешает припарковать автомобиль. И последний, наконец-то, уровень. Интересно, сколько у меня там денег? Смогу ли я купить хоть какую-то тачку? Хотя это, в принципе, делать... Я могу купить тачку, но делать этого, конечно же, я не буду. Опять я иду вслепую, как в прошлом уровне. Еду на место парковки, по зову сердца, так бы сказать. Без битого колпачка не обойтись. И старания на стенке. Даже тормозить специально не буду, и так я уже победил. А, всё, у меня в гараж выкинуло, когда я нажал на треугольничек, типа, на следующий уровень. 15 тысяч, автомобиль здесь стоит минимум 18 тысяч. Не, я думаю, что здесь ни один игрок, который играл в эту игру, не разблокировал все автомобили, потому что игра легко может надоесть. Реально, очень легко. Смысл, в принципе, я так больше уже играть не вижу. Я её удалю, и в этой игре легко можно скачать и позабыть потом. Ну, скачать, пройти. Игра буквально на минуту, где-то, ну, на полчасика, ладно, так закрули. Не, ну, даже на 25 минут. И потом игру удаляют, и про неё она всегда забывают. Ладненько, будем прощаться с тобой. Игра, прощай, Чёрная Волга, ты мне хорошо послужила. И я с тобой... Спасибо, что досмотрели этот видос. Ссылочка на игру, кстати, будет в описании. Пишите также, не забывайте писать в комментариях, как вам эта игра. Играли ли в неё когда-то раньше. Я в самом начале ещё признался, что я в неё играл. Сейчас удалю. Играйте ли вы, может, сейчас, или в будущем скачаете. Может, даже после этого видоса. Если что, ссылочку я указал вам, где находится. Моя оценка этой игре, в принципе, 3 звезды. Но так и хочется снять оценку из-за налыси разработчика. Мол, он выдаёт мне всё время эту указательную таблицу. Мол, в интернет, тебе же обязательно нужно посмотреть рекламу. И что же... Что за нелепые повреждения у меня были, когда я заезжал на эстакаду? Кто мою Волгу обижал? Кто там её повреждения давал? Куда она врезалась? Что за подстава на моей Волжанке, а? Что за проклятие на ней лежит, а? Хорошо хотя бы, что только один уровень мне попался с эстакадой, и всё. Ну, разработчик я более чем уверен. Это исправлять уже не будет. Он на игру конкретно забил и забыл. Короче, я с вами прощаюсь и говорю вам всем до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok